ПЕСНЯ 26 мая в неделю Осамаряныни митрополит Новосибирский и Бердский Никодим возглавил Божественную Литургию в Вознесенском Кафедральном Соборе. Владыки сослужили епископы Новосибирской митрополии, Искитимский и Черепановский Лука, Карасукский и Ордынский Филипп, Каинский и Барабинский Феодосий, а также епископ Ейский и Димашевский Павел. ПЕСНЯ 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 В Новосибирске прошли торжества, посвященные церковно-государственному празднику – Дням славянской письменности и культуры. По главной улице столицы Сибири от Вознесемского кафедрального собора до собора Александра Невского прошел крестный ход. Помолиться о своем отечестве, стране, своем городе, семье, близких пришли люди всех возрастов и социального положения. Праздничный молебен состоялся у одного из главных символов Новосибирска – Часовни Святителя Николая. В этот же день отмечалась память так почитаемого многими святого небесного покровителя Новониколаевска Новосибирска, Святителя Николая Чудотворца. Традиционно в крестном ходе принимают участие тысячи новосибирцев, прихожане православных храмов, воспитанники воскресных школ, учащиеся гимназии, студенты, учащиеся духовных школ, казаки, кадеты, сестры милосердия. Подмечено, что даже в пасмурный день дождь на время крестного хода прекращается и сквозь тучи проглядывает солнце. Сегодня по улицам Града Новосибирска мы жили крестным ходом, прославляя святых равнопостных братьев Кирилла и Мефодия и Святителя Николая. И когда мы говорим, что Церковь, страна вместе есть, мы говорим, что мы род Бога избранный и история Отечества свидетельствует об этом. Мы вместе разделяли и радость, и горе. Мы вместе совершали великие подвиги. Мы вместе идем и в 21 веке, показывая, что основу разности и благочестисти, положенные нашими предками, восставание нашей Родины. И вновь и вновь являются основными понятиями образа жизни в нашей стране. Всех вас, дорогие мои, поздравляю с этим знаменательным днем, который объединяет военно все славянские народы. И напоминаем о том, что именно здесь, на Зеленомирске, прежде всего, процветает и вера и вера. Христос воскресенье из мертвых, Смертью смерть поправь, И сущим во гробе живот даровать. Смерть Развитие библиотеки Смерть Уважаемые библиотеки Ваш труд Ваш труд переоценить невозможно, потому что вы совершаете свое служение, призванное просвещать и воспитывать наш народ, особенно же подрастающие поколения и молодежь. Зачастую от ваших слов, от ваших советов, от предлагаемых вами к прочтению книг, зависит и нравственный выбор человека, его отношение к Богу, к ближнему. День библиотеки День библиотек духовно связан с Днем славянской письменности и культуры, праздником, совершаемым тремя днями ранее 24 мая. Это день празднования святых равноапостольных Мефотия и Кирилла, учителей славянских, создателей славянской письменности, от которой, как древо из ростка, произошла великая культура нашей Отчизны. В этот день желаю вам, уважаемые сотрудники библиотек, по молитвам святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и всех святых, духовной мудрости и веры, терпения в вашем нелегком служении, многих и многих благодарных читателей и, конечно же, прежде всего, крепость душевных и телесных сил. На многое и благая лето. С праздником! Драни вас, господи! По официальной резиденции Новосибирской митрополии подписано соглашение о сотрудничестве. Документ подписали управляющие Новосибирской епархии, митрополит Новосибирский Ибердский Никодим и уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева. Совместное сотрудничество продолжается на протяжении уже нескольких лет. И по заявлению митрополита Никодима, основная цель его – благополучие жителей Новосибирска. Я думаю, что это соглашение позволит нам еще более тесно взаимодействовать. Теперь мы знаем, что если возникают какие-либо проблемы при окормлении людей, может быть, тех людей, которые находятся в тюрьме или в больнице, мы можем попросить помощь со стороны наших теперь друзей, и они, конечно же, эту помощь окажут по соблюдению прав человека. В то же время мы всегда рады оказать и свою помощь, если какому-то человеку на поприще социального служения будет необходима помощь, и его направят к нам, мы, конечно же, в этом отношении будем поддерживать. Русская православная церковь всегда стояла, она помогала вот этим сраждущим, она всегда проявляла милосердие. Вот сейчас о милосердии практически не говорят. А милосердие должно быть, я понимаю, посещая вот эти учреждения, и хочу сказать огромное спасибо, кстати, представителям православной церкви, когда я приезжаю в некоторые колонии и вижу там батюшку, который беседует. Это очень помогает тем людям, которые находятся там, какое бы преступление они не совершили, но милосердие всегда должно оставаться. Вот это очень значимо, и нам это надо продолжать и помогать людям в любых жизненных сложных ситуациях. Это самое главное. Восстанавливать их права. И вот то, чем занимается тоже церковь, это тоже одна из сторон работы. Мы, в принципе, параллельно работаем. Мы надеемся, что вот в рамках такого сотрудничества и взаимодействия возникнут важные поручения и важные инициативы к законодательному собранию, как раз направлено решение прав людей на улучшение жизни и защиты прав людей, которые имеют какие-то проблемы в жизни, либо уязвимые категории населения. Я думаю, что как раз вот такой союз, вот такие совместные предложения, они помогут и депутатскому корпусу продвигать инициативы на федеральном уровне, и тем более помогут решению этих инициатив на региональном уровне. Исключительно правильная практика включения представителей русской православной церкви в различные экспертные институты, которые существуют при органах государственной власти, правоохранительных структурах, поскольку только представители русской православной церкви вот привносят ту составляющую духовно-нравственного воспитания и ту оценку духовно-нравственную, которую больше ни один эксперт сделать не сможет. В правительстве Новосибирской области состоялся совет при губернаторе по вопросам межнациональных отношений, на котором присутствовали главы из национальных объединений и традиционных религиозных конфессий, ученые, представители силовых структур, общественники, журналисты. Присутствующие обсуждали стратегию государственной национальной политики, основные ее задачи, приоритетные направления и изменения, исходящие из новых реалий. Также обсуждали тему профилактики экстремизма и терроризма. Присутствующие отметили важность подобных встреч и высказали общее мнение о необходимости ведения, открытого диалога, продолжения работы в деле объединения и укрепления дружественных взаимоотношений в обществе. Деревянная церковь в честь покрова Пресвятой Богородицы – один из старейших храмов города Новосибирска, является памятником истории и культуры регионального значения. Храм был освящен 10 декабря 1901 года по благословению святителя Макария Невского, епископа Томского и Бийского. При храме действовала церковно-приходская школа. С момента основания Покровский храм был центром благотворительности. Рядом с церковью был выстроен приют ясли, который окормляли священнослужители храма. Здание приюта не сохранилось. На его месте сейчас располагается медицинский колледж. В годы гонения на церковь священнослужители Покровского храма подверглись репрессиям, а 4 августа 1939 года храм был закрыт. Здание передали театральному училищу. Впоследствии его занимали различные учреждения. В 1993 году здание храма было передано Новосибирской епархии, и в нем возобновились богослужения. Проведена полная реконструкция храма. Старая церковь в начале 21-го столетия полностью была разобрана и воссоздана в первоначальном виде. При храме создано сестричество, в котором трудятся 20 сестер милосердия. Своё служение сестричество совершает в НИИТО и военном госпитале. С 2004 года при храме работает Духовно-просветительский центр для людей с нарушением слуха. Еженедельно по субботам и праздничным дням проводится богослужение с сурдопереводом и занятия в воскресной школе для неслышащих прихожан. При храме действует детская воскресная школа, воскресная школа для взрослых, православный молодежный клуб «Покровские встречи» и евангельский кружок. Функционирует приходская библиотека, в фонде которой имеется более 2500 экземпляров книг. Приход окормляет православную общину во имя святого великомученика Георгия Победоносца, состоящую из членов Новосибирской региональной общественной организации «Землячество народов Грузии». С 2015 года храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы является войсковым храмом Новосибирского отдела Сибирского казачьего войска. Христос воскресе, братья и сестры! Рады новой встречи, рады новым вашим вопросам. Вот один из них, недавний праздник, День Победы. На Украине ввели новый праздник. Накануне празднования Великой Победы, кажется, назвали Днем Примирения. Примирение воевавших защитников Отечества, предателей, тех, кто служил в украинской поставнической армии. И вот мы видим на фотографии их, пожимающих друг другу руки. Тут же комментарии, что Бог хочет прощать врагов. Как же это возможно такое принять? Ну, что скажете, батюшка, ну, надо примиряться со своими врагами. Вы знаете, есть примеры, когда вчерашние противники, вот, известны мне примеры, когда ветераны, летчики, танкисты, пехотинцы, воевавшиеся с Красной Армией, встречались со своими вчерашними противниками из вермахта, и находили общий язык, и, да вообще, мы народ-то отходчивый. Мы же кормили этих самых военнопленных, последний кусок хлеба отдавали. Примеров сколько угодно, когда вот рассказывают духовные люди тогда, мамочка говорит, отрежет кусок хлебушка, иди отнеси. И ему, мама, так они же фашисты. Ну, что фашисты? Мой сынок, он тоже где-то там в плену, может, кто ему подаст. Вот так мы готовы были это сделать, и сделать это по-человечески, от души, по совести. Ведь сколько миллионов погибло наших военнопленных в германских концлагерях? Во много раз меньше скончалось гитлеровцев. Малая толика. Мы сумели, мы их кормили, поили, лечили, потом вернули их обратно к себе на родину. После того, как они отработали здесь, хотя бы хоть какой-то степени, помогли восстановлению разрушенного хозяйства. Нашей страны. Мы всегда были отходчивы. Это один разговаривание, это милосердие христианское. А всякие агитационные плакатики, когда непонятный какой-то человек с какими-то, кто он, где он служил, воевал ли он, ветеран ли он, или просто подставной клоун, и с ним делают фотографию, и выдавая его за участника Великой Отечественной войны, когда человека заставляют примириться с тем, кто и не просит прощения, как же может возможно быть такое примирение? Примирение, возможно, тем, кто просит твое. Прости, брат. Немцы покаялись. Простите, у нас как пелена с глаз спала. Как мы могли служить Гитлеру проливать такие реки крови? Спохватились, покаялись. Это я понимаю. А я не видел ни разу, не встречал покаяния от бандеровцев, полицаев, людей, которые жгли за живьем людей в Хатыни, а потом повторили это спустя 73-го здесь. Так что не знаю, не знаю. Я думаю, что это пропагандистская акция, не имеющая никакого отношения к подлинному примирению, к согласию и к прощению. Еще вопрос. Вот тоже, может быть, из этой же сферы. Почему Господь не останавливает несправедливость сразу? Страшные вещи происходят с теми, кто их творит, а с ними ничего не происходит. Они живут припеваючи. А Господь, Он любит всех. Мы же хотим немедленной справедливости. Что такое справедливость? А ты вспомни, сколько раз ты совершал греховных поступков. Может, никаких страшных, как творят какие-нибудь беззаконники, страшные казнокрады, политические преступники, еще кто-то. Ну да, мы-то, конечно, белые и пушистые. А представь, если вот за каждый наш грех хотя бы там маленькая капелька капнет тебе на темечко, продолбит тебе голову-то до самого основания. Господь ждет покаяния каждого из нас. И нашего покаяния, и моего, и вашего. Ждет покаяния разбойников. И есть такие примеры, когда и разбойники похватывались. И даже на кресте это хлопили. Помяни имя Господи, когда приедешь во Царствие Твоем. Сегодня же будешь со мной в раю, говорит Господь. Господь не хочет здесь, на земле, устраивать концлагеря, тюрьмы, виселицы, на которых будут немедленно пресекаться самые распоследние негодяи и мерзавцы. Другая задача у Господа, чтобы мы изменились. Насильный там, мин, не будешь. Мы должны измениться. Глядя на ужасающие поступки других, ужаснуться, насколько я далеко от этих, от этой ситуации. Может быть, просто не сложилось. Может быть, я боюсь. Осуждение людского, и поэтому еще до сих пор не совершил грехов. Не надо себя обманывать. Мы не всегда бываем чисты и искренны. Мы не всегда бываем справедливы даже по отношению к своим близким, не то, что к врагам. Поэтому Господь, есть такая формула. Вот люди говорят, Бог тебя накажет. А я все время говорю, может быть, это моя ошибка богословская. Но я говорю, Бог никогда никого не наказывает. Бог любит всех. Но праведников он благословляет. Грешников вразумляет. Если вы думаете, что у грешников все хорошо, уверяю вас, рыдают и еще как. И таблетки горстями жрут. Всякие там эти, как они там, от нервов. Ну, антидепрессанты. Не надо им завидовать. Подумайте о себе. Еще вопрос. Можно ли молиться, проснувшись ночью? Или в дороге, на работе, на бегу между деловыми поездками? Или это слишком непозволительно самонадеянно? По требностям есть молиться, а времени нет. Молиться нужно всегда. Господь говорит, не пристанно молитесь. Засыпайтесь с молитвой, просыпайтесь с молитвой. Где-то что-то вот ночью там, что-то вот вас разбудило. Помолись. Не едешь в трамвай, не надписите, читай дурацкие по стенкам, по заборам рекламные. А молись Богу. Чистишь картошку, молись Богу. Держишь простейшие функциональные какие-то обязанности выполнять. Что мешает тебе читать молитву Иисусу и Богородице, и его радуйся? Молиться надо, не пристанно. Вот молитвенную связь с Богом ощущать. Но молитвенные правила, подготовки к причастию, к службе, утренние и вечерние молитвенные правила, на бегу делать не надо. Надо находить 5-10 минут своего драгоценного времени и потратить не на просмотр новостей в интернете, а вот на молитву. Поэтому тоже не обманывайте, что нет у вас времени. Надо найти это время. Найти время для спасения своей души. Давайте почитаем с вами евангельское чтение предлагательного церкви. Сегодня это строки с 9 главы Евангелия от Иоанна. Очень длинное чтение, наберите терпения. Проходя, Иисус увидел человека, слепого от рождения. И ученики его спросили, Рави, кто согрешил, он или родитель его? Иисус отвечает, ну не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, что в нем юрист дела Божие. Мне нужно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто ничего не сможет делать. Доколе я в мире, я свет миру. Сказав это, он приднул на землю, сделал брение с пленовением, помазал брением глаза слепому. И сказал, иди умойся в купальне села, что значит послал. И он пошел, умылся и пришел зрячим. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, кто сидел и просил милосты. Иные говорили, это он, иные, похож на него. Он же говорил, да это я. Когда спрашивали его, как открылись у тебя глаза, он сказал ему ответ, человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои, и сказал, не пойди, умойся в купальне села, и я пошел, умылся и прозрел. Тогда сказали ему, а где он, отвечает, не знаю. Повелись у бывшего слепца к фрисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение, отверстие на очи. И спросили также и фарисея, как он прозрел. Он сказал, брение положил на мои глаза, и я умылся и вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили, как может человек грешно творить такие чудеса, и была между ними распия. Опять говорят слепому, ты что скажешь о нем, потому что он отверстие на очи. Он сказал, это пророк. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел. Другие призвали родителей всего прозревшего и спросили их, этот ли ваш сын, который вы говорите, что он родился слепым, как же он теперь видит? А родители сказали им в ответ, мы знаем, что это сын наш, что он родился слепым. Как он теперь видит, мы не знаем. Или кто ему отверстие, отча, мы не знаем. Сам в совершенных летах, его самого и спросите, пусть он сам о себе скажет. Так отвечали родители, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились. Уже что кто признает его за Христа, того отлучить от синологии. Посему-то родители и спросили, сказали, он в совершенных летах, его самого и спросите. И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали, воздай славу Богу, мы знаем, что тот человек грешник. Он сказал, грешник ли он? Я не знаю. Я знаю одно, что я был слеп, а теперь вижу. Снова спросили его, что он сделал с тобой? Он, как он отверстие очи? Он же отвечает им, я уже вам сказал. И на это вы не слушали. И что еще хотите слышать? Или вы хотите сами сделать с его учениками? Они же укорили и сказали ему ученики, ты ученик его, а мы, Моисея, ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, а сегодня знаем, откуда он. Человек прозревший сказал ему ответ. Вот удивительно, что вы не знаете, куда он, а он отверстие очи. Но мы знаем, что грешника Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю, его того слушает. Ответа не слышал, что тот отверстие очи слепорожденного. И если бы он не был от Бога, то не мог бы творить ничего. Сказал ему ответ. Во грехах ты весь родился, ты для нас учишь. И выгнали его вон. Иисус, услышав его, что выгнали вон, найдя его, сказал ему, ты веришь ли Сына Божьего? Он отвечает. А кто он, Господи, чтобы не веровать в Него? Иисус сказал. И видел ты его. И он говорит с тобой. И он сказал ему, веруй, Господи, и поклонился ему. Удивительнейшая история о исцелении слепорожденного человека. Вот родился человек, у него атрофированы были, отсутствовали органы зрения. Господь сделал брение из глины, да, слепил ему новые глазки. И он пошел, как все из земли. Человек сделал всего. Человек был создан из земли Богом. Тут недостающие элементы Господь ему добавил. Он умылся и стал видеть. Эти глиняные глазки стали нормальными, настоящими. Чудо. Господь явил себя вот в этом случае подлинным Творцом в небо и земле и самого человека. И вот начинается распря. В субботу. В субботу делать ничего доброго нельзя. В субботу нужно только предаваться размышлениям о мренности бытия. Ну да, конечно, мы тоже говорим, что в воскресенье работает грех, в большие церковные праздники работает грех. В этот день что нужно делать? На диване лежать или шашлыки жарить? В этот день нужно вознать, слава Богу, по-настоящему прийти в церковь, сопричаститься к Христу в Тайство Церковное. Расположить свою душу к Богу в эти святые дни. И уж, по крайней мере, творить благие и добрые дела. В этот день, может быть, совершить доброе дело, помочь кому-то, потрудиться не ради себя, а ради помощи кому-то. Вот Господь помог слепорожденному и тут же. А, Он не хранит в субботу, убить Его, распять. Как бы нам найти бы свидетельство, чтобы приговорить Христа к смерти? И недоумевает этот человек-то исцеленный. Говорит, черт, нет. Вы, может, сами хотите сделать соучениками, да? И начинаются еще больше скандалы. Раз, пять. Удивительно, как вы видите, что это настоящее подлинное чудо. И человек исповедует, в конце концов, Христа, Мессия, пришедшего спасти мир. Есть ли у нас вот такое вот чувство, что Бог рядом с нами? Что мы тоже получаем от Бога каждый день, к сожалению, часто незаметно для себя множество благодеяний. И вот расположены ли мы к Богу постоянной молитвой, желанием, в свою очередь, тоже кому-то послужить, повторить, хоть в какой-то степени подвиг Христа послужить, помочь кому-то. Если мы делаем это, мы христиане. И тогда, может быть, слепота духовная, как пелена, спадет с глаз, и начнем видеть мир духовный, видеть свои грехи, видеть с радостью, наблюдать добродетельные поступки, грехи им подражать. А наше зрение подчас устроено очень лукаво. Мы вот чужие грехи видим, себя чрезмерно хвалим. Это самообман, такая духовная слепота. Вот недаром в Евангелии несколько раз проявляется образ слепого и прозревшего человека. Ну дай Бог нам прозреть, да, и увидеть Бога, познать свои ошибки и стремиться к подлинному свету, который есть Христос. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Христос Воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok